Сегодня у нас в гостях врач-кардиолог ВРКБ Мурат Курбан-Магомедов, и мы поговорим об артериальной гипертензии. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Ну, я полагаю, что, к сожалению, наверное, большинство наших зрителей или большая часть наших зрителей знает, что это такое. Но давайте еще раз озвучим, что это за напасть. Артериальная гипертония – это стабильное, стойкое повышение артериального давления выше 140 на 90. Является уже гипертонической болезнью. Давление от 130 до 139 – это предгипертония или по-другому, или высокое нормальное артериальное давление. Нормальное давление считается от 120 до 129 – это оптимальное нормальное давление. В настоящее время популяция населения страдает, около 40% населения страдает гипертонической болезнью. Около 23% от 40-45% населения только получают адекватную терапию. Остальные около 76% либо получают ее неадекватную, либо вообще не получают. А в чем причина этой болезни? Причина артериальная гипертония сама по себе, как правило, активно проявляется только в стадиях третьей, четвертой, во второй, третьей стадии. В начальных стадиях ее невозможно проследить, если не проходить дисмансеризацию, не контролировать ее. Определяют, как правило, гипертонию случайно. Пришли на профосмотрах, измеряют давление, и тут оно высокое, выше 140-150. Это уже является первым звоночным звонком для контроля давления. И дальше уже контроля, наблюдение, изменение образа жизни и приема медикаментозных препаратов. Вы сказали про образ жизни. Как понимаю, как раз именно в этом и есть основная причина повышения артериального давления. Да, основная причина. Существует два вида гипертонии. Это первичная и вторичная. Первичная гипертония, это вот именно то, образ жизни, она составляет около 95% всех гипертоний. И вторичная, это уже как осложнение заболевания почек, заболевания эндокринной системы. Так какие вы, как врач, могли бы дать советы тем людям, которые либо, скажем так, еще не столкнулись, либо уже, к сожалению, страдают этой штукой? Первое, это изменение образа жизни. Первое, это отказ от курения, гиподинамия, ограничение соли, психоэмоциональные нагрузки ограничить. Ну хорошо, вот у вас есть возможность обратиться к жителям Ленинского городского округа с каким-то советом, как им, скажем так, вести себя, вести какой-то образ жизни, чтобы не попасть в зону риска. Первое, чтобы не попасть в зону риска, первое, что нужно, это контролировать давление. Давление, сейчас тонометры у всех в домашних условиях, они есть, регулярно, там, хотя бы в неделю один раз контролировать давление, проверять, контролировать желательно давление механическим аппаратом, потому что электронные аппараты, у них определенная погрешность, но в любом случае они тоже покажут, если есть какие-то изменения, существенные изменения. Надеюсь, наши зрители выслушают ваши советы и спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях был врач-кардиолог ВРКБ Мурат Курбан Магомедов. К другим новостям.